Всем привет! С вами я, Лена Смирнова. И сегодня мы с вами будем делать вот такую открытку ко дню Светлой Пасхи. Она уже совсем скоро, поэтому нам пора начинать. Итак, для изготовления открытки нам понадобится бумага для пастырей. Это будет заготовка нашей открытки. Мы отмеряем 15 см от верха и вырезаем по всей длине листа. Вот такая вот заготовка у нас получается с вами. Теперь для фона открытки я выбрала вот такую вот бумагу. Здесь есть весенние мотивы, поэтому я беру и вырезаю квадрат тоже размером на 7 мм меньше, чем наша заготовка. Края этого фона мы обрабатываем с вами вот такими штемпельными чернилами. С этой же бумаги, с которой мы делали фон для нашей открытки, мы вырезаем яйцо. В обратной стороне рисуем форму яйца, которую хотим видеть, и размер. Дальше мы яйцо вырезаем. Яйцо у нас с вами получилось. Теперь мы выбираем кружева, которые подходят под фон нашей открытки. Я выбрала вот три таких кружева. Вот это, голубое, зеленое и белое. И теперь, начиная снизу, мы, загибая кружево на заднюю часть, приклеиваем его. Такое вот у нас с вами яйцо получилось. Теперь мы с вами берем вот такую вот деревянную пуговицу и продеваем в нее белый шнурок. У нас получается вот такая вот заготовка. Теперь мы эту заготовку приклеиваем, немного смещая центр вот сюда. С вами берем наш фон и берем вот такой вот жгут. И вот здесь внизу обматываем несколько раз и стараемся так, чтобы были нахлесты. Три раза вполне достаточно. И закрепляем сзади, приклеивая клеем. Мы приклеиваем на заготовку с помощью вот таких вот подушечек. Вот так вот. У меня была вот такая салфетка. Я вырезала середину и теперь хочу сделать вокруг яйца вот такую как бы подложку. Мы ее формируем так, как нам нужно. Вот так. Далее мы берем штемпельную подушечку и аккуратненько по краю салфетки проходим все. Буквально еле-еле. Просто, чтобы чуть-чуть затемнить края и сделать в одной теме с фоном. Приклеиваем поверх вот этого шнура на обычный клей. момент. Берем три вот таких бумажных цветка и хвостикик закручиваем с помощью ножниц. Если вам не нравятся такие закрученные хвостики, вы можете просто их отрезать. Так, вот что у нас с вами получается. Теперь я беру декоративный скотч. Вот такими маленькими кусочками приклеиваю вот сюда под яйцо на фон. Беру вот таких вот ангелочков декоративной фигурки от Scrabberries. Приклеиваю такого ангелочка вот сюда. Так, теперь у меня есть вот такие наклейки с поздравлениями Пасхи. Я беру отсюда надпись Светлой Пасхи и приклеиваю вот сюда. Так. Из этих же наклейок я беру вот эту вот птичку и приклеиваю ее вот сюда. Берем вот такой голубой клей с глиттером, я уже показывала в предыдущем мастер-классе, и местами делаем такие капли. Такая вот открытка у нас с вами получилась. Если вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч!